Делимся на две части, две команды. Одна команда идет в эту сторону, вторая в другую. Будем считать, кто больше собрал. И будет приз команде. Добрые дела и супер приз не ждут специального часа. Для субботника неважно какой день недели. Хорошее настроение, необходимые инвентарь и теплая одежда, чтобы не замерзнуть. Собрав все самое нужное, Айна Калоева приступает к важной эко-миссии – уборке лесополосы. В большинстве своем собираем бутылки. Ну, если в общем сказать, то максимально пытаемся ликвидировать весь мусор, поскольку если мы оставим там, например, пакеты, которые не видны, они могут уже дальше вывезти наружу. А так стараемся максимально, что есть возможности. Первый в 2021-м добровольческий слет «Экодозор» открывает сезон экологических субботников в рамках акции «Вода России». Проект представляет собой целый цикл двухдневных мероприятий. Всего намечено проведение трех таких слетов, которые объединят волонтеров, чьими усилиями будут ликвидированы последствия туристического сезона. Сегодня у нас первый слет такой происходит, первый день первого слета. На данный момент 20 добровольцев собирают мусор. Дело в том, что мы планировали работать в горной части Ингушетии, планировали выехать туда с ночевкой, но выяснилось сегодня утром, выяснилось, что там уже из-за осадков, из-за снегопада работа невозможна. И чтобы не терять день, было принято решение провести субботник именно в равнинной части Ингушетии. И такое решение было верным. Состояние на территории лесополосы требовало незамедлительной уборки. Кстати, субботник носит соревновательный характер. Мусор собирают на скорость, проходя полосу препятствий в виде колючих веток и естественных ям. Это и задает темп работе. Муса Бузуртанов начал свой волонтерский путь пять лет назад и уже понял, что самое главное на таких мероприятиях. Эмоции от такого марафона чистоты только положительные. Тем более, если осознавать, насколько это богоугодное дело, если соблюдать все правила. Здесь самое главное не жульничать. Не каждый мусор может пройти отбор. Например, нужно собирать бумаги, пластик и вот такие вот отходы. Акция патриотическая и экологическая. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. Вы сами видите, что такие проекты необходимы. Они носят очень крупную социальную значимость. И со стороны общества, которым они помогают, и со стороны природы, и со стороны религии, которые делают. Поэтому, и тем более я вижу, что ребята, они сами заинтересованы. То есть, они не пришли сюда из-под палки, кто-то не затащил сюда. Они пришли сюда дальше до новых услуги Республики. Поэтому я считаю, что такие проекты должны быть не только поддерживаны, но и желательно масштабированы. Назир Халухаев учится на первом курсе медицинского. И как никто другой понимает, что беречь окружающую среду в первую очередь нужно для защиты самого себя. В последнее время, в частности, в нашей Республике экологии выделяется огромное внимание. И разные волонтерские организации привлекаются и проводят различные работы по уборке вот таких мест загрязненных. Чем лучше экология, тем состояние здоровья человека будет лучше. За два часа волонтерам удалось собрать порядка 60 мешков мусора. Участников акции признаются, что подобные мероприятия – это, безусловно, отличный повод для общения. Но было бы замечательно, если бы необходимость в их организации исчезла совсем. Ну а пока ребята продолжают санитарную миссию в Джейрахском районе. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.